Субтитры создавал DimaTorzok В защите какого-то определенной категории лиц. Ну а так как представка бизнес, это ясно, что защитник бизнеса. Вот согласны ли вы с такими определениями, что работа, он будет сменой, основана на философии сотрудничества. При этом он обязан работать абсолютно беспристрастно, руководствуясь не только загоном, но и голосом совести и справедливости. В Москве была такая постановка вопроса. Значит, реагировать только на официальные жалобы. Этот институт уполномоченного, значит, его ввели в 12-м году в июне месяце на федеральном уровне. Ну и вот буквально совсем недавно у нас, в Кировской области. Ну это первый мостик между бизнесом и властью. И второе, то что руководство страны озабочено то, что происходит с предпринимательством в России. На сегодняшний момент мы имеем по России минус 600 тысяч предпринимателей по сравнению с 12-м годом. И это, конечно, цифра очень большая. Собрать всю информацию по жалобам, переработать ее, сделать какую-то аналитику, выявить вот те проблемы, которые на самом деле стоят перед всеми предпринимателями. Это же все собирается, у нас уже в 77 регионах работают бизнес-омбудсмены страны. И это все собирается потом в Москве, и высвечиваются вот эти проблемы, и уже они где-то на федеральном уровне должны как-то решаться. Ну и кроме того, что эксперто-аналитический, он еще и такой задуман, как консультационный центр. Значит, многие предприниматели, ну мы сами понимаем, у них нет юристов, они во многих вопросах юридических входят в такой тупик. Вот, собственно, мы должны вот этим всем и заниматься. Ну, кроме этого, вот я думаю, что на уровне федеральной власти они очень озабочены тем, что вот та система правоохранительная и судебная, которая у нас сегодня в стране, она, по идее, как бы призвана защищать предпринимателей. Но нам как раз вот приводилось очень много примеров о том, что эти системы работают против предпринимательства. И даже бывают с целью захвата их. К сожалению, вот это есть. Ну, слава богу, вот у нас в Кировской области таких вот примеров нет, но по Астраханской, по Удмурдии, по Владимирской области, к сожалению, такие факты были нам предъявлены. Вы уже сейчас, честно, коснулись сложности в этой сфере. Вот от чего, прежде всего, надо защищать предпринимателей? Порядка поступило 40 жалоб. Из них 80% жалоб на глав администрации, то ли на глав самих муниципальных образований. Во всех регионах, в первую очередь, мешает высокое налогообложение. Это бюрократические процедуры и административные барьеры развития предпринимательства. Это высокие проценты коммерческих кредитов. Кроме этого, есть там и, будем говорить, высокие тарифы, и много вопросов. Но вот выделились по, будем говорить, по рейтингу вот эти три вопроса. Сергей Эдуардович Данилян родился 19 июня в городе Баку в 1951 году. Закончил Московский технологический институт легкой промышленности. После окончания института 13 лет работал на Бакинском производственном объединении кожевенных предприятий инженером-технологом, мастером, начальником хромового производства. Затем 8 лет генеральным директором акционерного общества «Вахруши-Юфть». В 2000-2005 годах был депутатом законодательного собрания Кировской области 3-го созыва. В 2005-2009 годах заместитель председателя правительства Кировской области. С 2010 года генеральный директор общества «Вахруши-Юфть». 3 марта 2014 года назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. Сергей Эдуардович – заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, почетный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации. Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России. Награжден почетным дипломом международного признания, дипломом «Лучший менеджер России» почетным знаком за заслуги перед Кировской областью. Женат, имеет сына и дочь. В апреле этого года прошел форум в Москве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, где Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации, обозначил главную проблему российского бизнеса. Он сказал, что предпринимателей становится все меньше, а заниматься бизнесом становится опасно. Вот в пути кардинального изменения ситуации, очевидно, найдут или нашли уже отражение в специальном докладе по этому поводу на имя президента России. Ну да, лейтмотив такой, что нас становится все меньше, а бизнесом заниматься все опаснее. И, к сожалению, это очень плохо. И отдельно касался вопрос по проверкам. Ну, будем говорить, у нас в стране создана такая машина, будем говорить, контрольно-силового аппарата. Ну, что сказать, если, например, в 2012 году было 2 миллиона 700 тысяч проверок предпринимателей. Представляете, это какая цифра? Ну, вы, кстати, и сами не раз усетовали, что контрольные органы слишком жесткие по отношению к предпринимателям, и что нужно менять такое отношение. Вот из всех этих проверок, значит, только 55% выявили нарушения. 45% ни о чем. Но у нас практически один в один. Вопрос в том, кто у нас вообще контролирует эти проверки. По идее, это все ставится перед фактом. На сегодняшний момент Минэкономразвитие разбирается, общаясь с этими проверками. Что происходит с бизнесом после этих проверок, они хотят понять. В России 117 тысяч уголовных дел по предпринимательству. С них только 24 тысячи дошли до суда. 20, там, 25% где-то вот в этих пределах. Поэтому сейчас Генеральная прокуратура, значит, предложение Титова, чтобы она разработала сайт. И чтобы он действовал с 1 января 2015 года. Значит, любой проверяющий, который хочет прийти, ну, в любую организацию проверить, он должен зайти на этот сайт, заявиться, что куда и чего он идет, и что проверять. Получить какой-то код. И с этим кодом идти к предпринимателю. Если у проверяющего этого кода нет, предприниматели могут не допустить этого проверяющего на свою территорию, на свое предприятие. Дальше, предложение о том, чтобы все, любой надзорный орган проверял любого предпринимателя или предприятия один раз в три года. Кроме этого, в сумме все контрольно-надзорные органы не должны проверять любого предпринимателя не более трех раз в год. Вот пришли пожарные, пришла, например, налоговая, и пришла там, ну, не знаю, Роспотребнадзор, кого он проверяет. Все. Уже другим один год путь закрыт. Вот пока такие есть предложения. И это, конечно, будет все доложено президенту, и я думаю, ну, какие-то выводы будут. Кстати, ваш адрес, как человека, занимающийся бизнесом, тоже звучали вопросы, и в частности, неоднократно звучал такой вопрос, а куда же все-таки делись? 20% акций Вахрушевского окажали на Вабынового комбината имени Владимира Чалянина. Ну, вы знаете, у нас были общественные слушания, значит, четыре президента были на эту должность, и один из депутатов мне там задал этот вопрос. Ну, во-первых, 20% акций это было еще до моего приезда в Кировскую область. Они были проданы фондом имущества Кировской области, Москву, был такой чеково-инвестиционный фонд Петр Великий. И при продаже этих 20%, значит, 51% был вот в Москве этих, будем говорить, акций, контроль полный над предприятием и так далее. Ну, они контроль не производили нормальный, предприятие катилось вниз. Кожзавод был заложен банку, значит, я его выкупил в 97-м году, а в 99-м обувная фабрика была банкротства, также в процессе банкротства была выкуплена обувная фабрика. Сейчас это два разных юридических лица, к сожалению, но когда-то это было все одно. Ну, это не говорит ни о чем, значит, предприятие работает, слава Богу, как говорится, ну, у всех на слуху, так что вот я никакого отношения к этим 20%, и это было, ну, вы представляете, когда? Это было, я так думаю, ну, где-то лет 20 назад. Ну, вот если по рейтингу, по приоритетности обозначить главные задачи бизнес-омбусмена, что бы вы назвали? С чего я начал свою работу? Я начал встречаться с руководителем всех наших, будем говорить, силовых, надзорных органов, проверяющих и так далее, и так далее. Подписано порядка уже 17 соглашений с руководителями. Ведь у нас круги населения думают, что предприниматели все воры. А вот, что как-то уйти от этого, и чтобы понять, что первое, предприниматель, во-первых, это самозанятость самого человека, и кроме этого, он же находит работу и для других людей, и обеспечивает их работу, и платит зарплату, и так далее, и так далее. Я очень благодарен Михаилу Владимировичу Лихачеву, полковнику, нашему главному управлению, тот вообще 4000 проверок на 2014 год вообще снял малого бизнеса. Вот таким волевым решением. Ну, конечно, если бы у нас и другие так поступили, я был бы очень рад. Ну, как в свое время говорили, не кошмарить бизнес, но проверять-то все равно надо. Да. Это соглашение о сотрудничестве. Значит, там есть и то, что я должен делать в отношении бизнеса, и то, что они должны, и так далее, и так далее. Ну, вот в пятницу еще будет подписано соглашение тройственное. Это природоохранные наши областные и федеральные. Экологи и природоохранные. И одно из соглашений находится сейчас в Нижнем Новгороде. Это подписание соглашения с Нижегородской таможней. Пока 19 соглашений, но это плюс, вне всяких сомнений. Безусловно, потому что без широкой поддержки, ну, что у вас там, аппарат, даже когда финансирование откроется, три человека, вы, а вопросов множество, которые требуют решения, и, очевидно, вы рассчитываете на эту поддержку. Конечно. Вот почему я заключил соглашение с адвокатской палатой Кировской области и с Юрокадемией. Дело в том, что мы должны создать такое экспертное сообщество по всем этим делам. Ведь есть очень сложные дела. Вы знаете, что даже у меня сейчас два юриста, им очень сложно у них разобраться. Поэтому я договорился с Николаем Ивановичем Шаклейным по Юрокадемии и с палатой адвокатов, то, что они выделят людей, чтобы периодически, ну, мы назначим какое-то время, ну, там, не знаю, два раза в месяц собраться вот эти дела рассмотреть на экспертном совете. Мы должны создать еще Центр общественных инициатив Кировской области «Бизнес против коррупции». Вот это тоже уже в 17 регионах они созданы. Ну, это не говорит о том, что мы работаем там как-то, ну, по указке, сверху и так далее, и так далее. Ну, просто вот на конференции, значит, нам это все объясняли и показывали, что это имеет место во многих регионах и дает положительный результат. Работа бесплатная на общественных началах, но вот адвокаты эти конторы, они сказали, что, ну, будем говорить, ту информацию, которую они получают, вот изучая эти жалобы и некоторые дела, дает им очень много в дальнейшей работе. Что я, собственно, и нашей адвокатской палате и сказал. Омбудсмен – это еще и в определенной степени третийский судья. Вот одно из громких дел, с которым вам пришлось столкнуться за непродолжительный период работы в качестве миротворца – это дело по возможному закрытию НТО, нестационарных торговых объектов. 142, по-моему, удалось сохранить, да? До предела была накалена обстановка. Действие определенного круга лиц, оно привело к такому накаливанию, накаливанию. Вот эти все письма с тем, что там, не буду говорить, кого-то в отставку, кого-то что-то и так далее. Да, эти все письма у меня есть. Я занялся вплотную, я потратил на это, честно вам скажу, практически две недели. Я давно знаю Владимира Васильевича Быкова, уже сколько лет, у нас с ним очень хорошие отношения. Ну, правда, Дранова я недавно познакомился с ним. Ну, мы сели, мы посидели, поговорили, и я сказал, что, ну, вы поймите, да, любой предприниматель имеет право на жизнь. Любой. Ах, они эти, как сейчас, шкалики и фуфырики продают. Что вот они микрофинансированием занимаются, они загоняют людей в долговые ямы, там под 700% годовых в этих, будем говорить, микрофинансирования выдают деньги. Ну, там полтора процента в день. Я понимаю это все, но они же не все такие. Вот на сегодняшний момент из 142, 134 включены в схему. Не включены 8. Это кто? Это микрофинансирование. Есть правовой департамент, заключение о том, что, во-первых, микрофинансирование вообще это не товары, потому что это же не стационарные торговые объекты, они должны товары продавать, а это услуги, и они в перечень не должны войти. Их исключить. Что касается вот этих спиртосодержащих, я знаю, и мне, и бывает, и женщины звонят, плачут, что Сергей Дач примите какие-то меры. Я, в принципе, список этот еще где-то месяца полтора назад Дмитрия Николаевича отдал. Я знаю перечень этих объектов, кто занимается этим. Но здесь решение очень простое. Издать нормативно-правовый документ то ли на уровне администрации города Кирова, то ли на уровне гордумы, то ли на уровне ОЗС можно инсценировать депутатское, чтобы исключить бытовую химию. И все. Вы понимаете, они же не продают спирт, ну будем говорить алкоголь. Они продают всяческие лосьоны и так далее. И это входит в перечень бытовой химии. А у них по специализации написано продажа бытовой химии. Ну и вот как вот теперь здесь быть? Ну вопрос в том, что как-то все равно надо решать этот вопрос. Я думаю, его можно решить. Или они переквалифицируются, или закроются. Давайте дадим им возможность. Ведь мы же условия перед ними поставили, да? Значит, первое, ну во-первых, оплатить все долги. И шесть месяцев вам дается на то, чтобы привести в цивильный вид благоустройство, ну и, конечно, в течение шести месяцев своя временная оплата. Если вы это сделаете, пожалуйста, до конца шестнадцатого года вы получаете договор аренды и никаких проблем. Ну, а то, что говорит, что вот в этих письмах написано, что там идут на поводу у крупного бизнеса, там вот эти все федеральные сети, которые пришли сюда, в Киров, они якобы все это инсценировали. Да нет, здесь вопрос не в этом. И это имеет право на жизнь, и это имеет, и крупные сети, и НТО имеет право на жизнь. Ну, просто на самом деле была обстановка накалена до того, что что-то надо было как-то ее потушить. Ну, я думаю, мне это удалось, но я этот вопрос в контроле не снимаю. В Кирове уже четвертый год подряд проходит форум предпринимательства на Вятке, организуемый правительством области. Вот первый этап заканчивается, насколько мне известно, а второй начнется вот, ну, буквально 26 мая, в день российского предпринимательства. Это уже четыре года проводится, и ты предприниматель года конкурс и форум предпринимательства на Вятке. По конкурсу, значит, ну, вы посмотрите, 82 заявки, 9 номинаций, и я скажу, все номинации очень интересные, там они все охватывают, и село, и общепит, и эффективность работы. Это интересно предпринимателям, иначе бы заявки не подавались. Конечно. Вот, их три этапа, значит, первый этап прошел, второй, вы правильно сказали, 26 мая, и потом будет заключительный. Ну, а суть всего этого, ну, во-первых, любому человеку приятно выиграть что-то, это вне всяких сомнений. Безусловно. Да, безусловно. Вот, получить какую-то там награду. Кроме этого, в форум собираются общественные организации и власть. И общественные организации вот это все высказывают, что мешает, как помочь. Это все очень нужно. Вот. И, в принципе, уже на третьем этапе это все анализируется и что-то рождается. Ну, а я бы сказал, что эти форумы, они самые основные, они могут подсказать региональной власти именно правильное развитие экономического региона вот по предпринимательству. Наша запись программы проходит действительно накануне уже теперь и вашего праздника, и с точки зрения выполномоченного по защите прав, и с точки зрения человека, который занимается бизнесом. Поэтому, как у нас на телевидении говорят, пользуясь случаем, я вас поздравляю с этим праздником, днем предпринимательства, российского предпринимательства. Но у вас есть возможность поздравить всех предпринимателей. Спасибо, Владимир Георгиевич. Мне кто-то недавно спросил, а сколько лет вы занимаетесь предпринимательством? Вот. Я, значит, сказал, как Михаил Сергеевич Горбачев разрешил кооперацию? В 85-м году. Я был одним из первых кооператоров в городе Баку. Хотя до этого был директором кожзавода. Вы представляете? Уйти с директоров кожзавода и заняться кооперацией. Ну, значит, была такая жилка. Я помню, меня даже министр вызывал тогда легкую промышленность Азербайджана. Он положил передо мной три предприятия. Выбирай любое, иди туда директором. Только не уходи. Ну, все-таки московский диплом. Я работал там около 18 лет. Вот. Но я ушел. И вот вы еще посчитайте, с 85, ну, 30 лет. 30 лет я занимаюсь предпринимательством. В будущем году юбилей. Да. Конечно, предпринимательство это тяжело. Было организовано бизнес-инкубатором встречи с молодыми предпринимателями. Я сказал, что запомните, бизнес – это свобода. Это свобода практически во всем. Это свобода в принятии решений. Это свобода в зарабатывании финансов. На основе знаний и опыта? Ну, да. Да. Это вопросов нет. Ну, я сразу скажу, что у предпринимателя, конечно, должна быть жилка. Это вне всяких сомнений. Вот как у нас иногда думают, что заставить человека предпринимательством заняться – это невозможно. Не у всех она есть. Вот. Поэтому те люди, которые выбрали этот путь, пусть они понимают, что они, во-первых, движутся вот таким путем свободы. И, что сказать, пожелать им процветания их бизнеса, чтобы у них было поменьше проверок, чтобы было такое удовлетворение от сделанной работы, ну и, наверное, финансового благополучия, что немаловажно для бизнесменов и для предпринимателей. Григорий Иванович, вот бизнес, бизнес, бизнес. А если на секундочку забыть про бизнес, что вас еще в жизни увлекает? Вы знаете, я человек не азартный. Вот, ну, во-первых, меня очень увлекает такая игра в нарды есть. Но я же все-таки родился на юге. Вот. И в течение 11 лет я с одним товарищем играю. Не на деньги, для себя. Вот. Пока счет 5-5 по годам. Ну, кроме этого, конечно, дача. Ну, а, честно вам скажу, 90% работы. Вот времени занимает эта работа. То, что там, на Вахрушевском предприятиях у меня занимала 90% работа, что когда в правительстве работал, то же самое. И сейчас. Благодаря вас за очень содержательное и интересное интервью, я хочу вам пожелать все-таки побольше и свободного времени. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Георгиевич. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»